Этого обзора могло бы и не быть, так как мир я ещё не захватил и дань мне никто не платит. Множество игр я покупать просто не способен, но вот интернет-магазин Юплейс не зашёл ко мне и бесплатно дал мне копию игры. Почему бесплатно? Я переспал с продюсером. Но я вам настоятельно советую игры на Юплее просто покупать. Их продюсер – настоящее бревно в постели. Так вот, поскольку магазин так хорошо ко мне отнёсся, я просто не мог их не поблагодарить и не сделать обзор на эту игру. Итак, Даркнесс 2. По-моему, никто не возлагал на эту игру никаких ожиданий. Релиз прошел тихо, игроки они как бы не слышали, а в прессе они рассказывали весьма неохотно. Возможно потому, что первая часть выходила только на консолях, а популярной стала только в Америке. Первый Даркнесс был размеренным, нерасторопным, действительно темным и неприветливым шутером. В этом плане вторая часть больше похожа на дальнего родственника. Вроде бы корни одни и те же, но выглядит она абсолютно по-другому. Даркнесс 2 стал ближе к одноименному комиксу, по мотивам которого и сделана игра. Графика стала цветастой и очень яркой, напоминающей Borderlands. Как и в первой части, мы играем в Джеки Эстакадо, главаря местной мафии, которая по совместительству является носителем тьмы. Что для меня стало откровением, так это интересный сюжет, чего я вообще не ждал от игры по не самому известному комиксу. Но сценаристы из Тукеи выжили максимум возможного, поэтому следить за происходящим на экране весьма интересно. В целом, конечно, сюжет банальный и предсказуем, но иногда ваш мозг переворачивается в черепной коробке, потому что в игре есть такие замечательные моменты, когда не понимаешь, что происходит на самом деле. А главное, что получилось у разработчиков, так это то, что за главного героя действительно переживаешь. А шутки, которые произносят персонажи, всегда смешные и всегда к месту. Что же касается геймплея, то тут тоже не все так просто. Тьма дает Джеки просто безграничные возможности. Упускает рой мух, увеличивает магазин оружия, создает броню, дает напарники ужасно милого мелкого улыбатора с рыжей кошкой на голове, которую вы просто обязаны увидеть, и, конечно же, отращивает на плечах два хищных щупальца, которые норовят вырвать у кого-нибудь сердце пожирнее. Из-за щупалец игра превращается в рай для садиста. Два зубастых отростка с превеликим удовольствием разорвут врага на два ровных ломтика и выдернут позвоночник через попу. Теперь за убийство вы получаете темную сущность, которую можно потратить на умения, коих в игре довольно много и большинство из них действительно полезны. Также Джеки владеет стрельбу из двух рук, отчего вы быстро становитесь машиной смерти. Но в этом разнообразии кроется большой минус – очень неудобное управление. Два пистолета, два щупальца, магия, четыре вида добивания. В таком количестве кнопок вы будете постоянно путаться. А когда более-менее привыкнете, то игра уже закончится. Да, игра весьма короткая, пройти ее можно примерно часа за четыре. При этом разработчики хорошо знают, когда нужно пострелять, а когда включить душесчипательную сцену. Враги ведут себя адекватно. Прячутся, стреляют от закрытия и лишь иногда радостно бегут вам навстречу, видимо со страха. Враги тоже разные. Вначале, например, мы будем уничтожать амбалов в Абибасе, не представляющих особые угрозы. Зато потом на сцену выйдет Братство, которое знает, как бороться с Джеки. Братство вовсю пользуется лампами, световыми гранатами и прожекторами, потому что на свету тьма исчезает, делая Джеки уязвимым. Игра со временем делается все сложнее. Сложность в том, что стрелять не очень удобно. Враги постоянно бегают, телепортируются или уворачиваются. Но в этом есть своя доля хардкора. Darkness 2 не делает никаких революций, не меняет индустрию. Это просто хорошая игра, позволяющая действительно почувствовать темную силу и разрывать врагов двадцатью разными способами. Также, кстати, в игре есть кооператив аж на четырех человек. И это уже полноценное мясо без сюсюканий. Один задор в духе Буллит Шторм. Darkness 2 игра на недельку, но положительных эмоций она вам даст на месяц. На больше она не претендует. А у меня на этом все. И с вами, люди, пока.